Ну вот и случилось. Сельские вести называются. Теперь все рекламщики городские пойдут доить Агаповку и Фершампенваз. Это нормально. Неутомимый Челейкин и туда протянул свои мохнатые щупальца. Да, вперед из песней. Нам более приятно помогать, и абсолютно не важно, где человек находится, главное желание быть успешным. А телевидение в этом лучший, пожалуй, самый действенный помощник. Молодое поколение, наверное, не помнит, но с селом, а точнее с районными центрами меня всегда связывало нечто большее. Посмотрите, в Верхневой Райской я ездил, покупал себе супер стереомузыкальный центр Эстонии, потому что в Магнитогорске этого не было. В Многайбаке, в Фершампенвазе точнее, мы одевались, потому что там был очень хороший магазин с вещами. В Агаповку меня завели мои любимые стендовые модели, потому что в городе их не было, а здесь они продавались. А селяне ездили в Магнитогорск, и так же, как магнитогорцы, стояли в очередях за автомобильной резиной, за аккумуляторами, потому что только Магнитогорск мог это дело решить, то есть прокормить всех. Сегодня 21 век, и сегодня на селе решается другая проблема. Оказывается, на селе запчастей можно затарить больше, цены держать меньше. И вот вам пример. Сейс-2 павильон, Агаповская рынка, под названием Форсаж. Форсированно снижаем цены. И теперь уже весь Агаповский район, да и Кизильский в том числе, запчасти покупается здесь. Давайте посмотрим, как это выглядит. Нет понтов магнитогорских сетевых миров. И ужимок, и прыжков, манагеров тоже нет. Навязывание товара и прочей ереси. Есть море товара. По-сельски немного разгильдяйски уложенного, но цены. Ну, казалось бы, в городе магнитогорские запчасти должны быть дешевле. Все-таки город. А бензин? А ехать? А время? Помните то самое время, когда в городе был дефицит, и цены были большие? А на село мы приезжали за низкими ценами. Ну, сельхоз тогда снаб был в свое время. Ну, вы приезжали-то за мясом, наверное. Ну, и за шмотками. А теперь приезжайте за запчастями, правильно? Ну, да. Приезжайте за запчастями. Давайте простую математику посчитаем. Город магнитогорский. Человек построил себе, допустим, рынок. Или павильон большой, или магазин. Заплатил за землю, ну, по самым скромным подсчетам, полтора миллиона. Вбухался. И в итоге все плюсом. Аренда, откаты, бухгалтер. Что там еще? Там много чего. В итоге получается цена. Неправильная цена. На селе действительно дешевле. То есть, ну, согласитесь, здесь, допустим, в Агаповке по цене магнитогорской однокомнатной квартиры можно дом купить. Поэтому вычитаем вот это все и получаем дешевые цены. Доступные цены. А еще и вот такой ассортимент. То есть, то, что пришлось бы откатить хозяину, можно положить в товар. Как это сделано уже в Магнитогорске. Где? Ну, в месте, где есть все. В нашем случае это торговые ряды на автомобилистов. Кому-то стало плохо. Ну, а что вы думаете? Я долго буду выпрашивать сюжет? Да нет, продавцов автомобильных запчастей море. А вот, извините, я один. Так что вилы в бок, точнее, павильон номер 72. Под бок конкурентам. Так мы форсированными темпами вместе с сетью Форсаж убиваем цены. Ну, чтобы конкуренты уже совсем задумались. Вот она линейка тысячерублевых масел. Это все синтетика. И это все стоит здесь тысячу рублей. То есть, господа конкуренты, ну попробуйте пободаться. Хотя, зная руководство сети Форсаж, я скажу, пободаться будет тяжело. Потому что у вас большое желание заработать много. А вот здесь большое желание заработать так же много, но продавт много. То есть, приходится человеку вертеться. Это очень хорошо. Минус 400-500 рублей с канистр синтетики. Как-то круто нас имели продавцы. Нехорошо, нехорошо. Я, конечно, знал раньше, что крутят много и бессовестно, но не в таких же количествах. Форсаж заставляет задуматься и сделать вывод. Больше фирменное брендовое масло нигде, кроме как здесь, брать не буду. Конечно, в Агаповку не поеду. Поеду сюда. Торговые ряды на автомобилистов. Павильон 72. Кстати, номер как раз, как на Агаповском рынке. Ну, естественно, изюминка есть. Очень неровный отдышок продукции Хайгир. Но обычно в магазинах представлено, ну, максимум, там, пять наименований. Разморозка, там, быстрый запуск и все. А здесь полная продукция американского, настоящего американского хайгира. То есть, все для ухода. Это только здесь. Другого варианта и нет. Как и для покупки аудио и видео. Смотрите. Я пытался ранее узнать у моногеров. Как это так? Во Владике этот же самый DVD-шник стоит 7 тысяч рублей, а у вас 35. Мычание было мне в ответ. Здесь цены, как во Владике, если что. Ну, что ж, похоже, я прописался на торговых рядах на автомобилистов. Потому что здесь все. Строй, Урал, Опт. Твой дом, сантехника. Да что мне еще надо-то? Больше ничего и не надо. Как пора ехать от вокзала до сюда. И все. И здесь и низкие цены, и интересные товарищи. Но самые продвинутые товарищи всегда находятся в движении. И вот, к примеру, павильон номер 72. Автомобильные запчасти. Расходники. Все. И аксессуары. Тоже все. По ценам. Ниже всех. Вам предлагают поучаствовать в розыгрыше лотереи. То есть для этого всего-то немного надо. Потратить 500 рублей на любую покупку. Положить купончик. И 30 июня здесь состоится настоящий праздник. Бешбармак. Восточные танцы. Дискотека. Ну и розыгрыш пляжов. Естественно. А вот это уже Франция уральская. Фер Шампинуаз. И он нас смотрит. И есть спецпредложение. За весьма скромную сумму мы можем разместить сюжет в эфире областного телевидения. То есть есть возможность прокричать о себе и в Низепетровске, и в Екатеринбурге. Нам же хватает и эфирного зонта телекомпании Тера. И вещаем ваши умы. Нагайбагский район имеет возможность теперь за запчастями тоже не ездить в магнитку. Вот в деревне, по-моему, 8 часов надо уже, скажем так, застолье, чтобы было. А здесь магазин работает. Автомобиль и запчастей. Это удобно? Ну, само собой удобно. Это, во-первых, все под рукой. И все есть. Не надо в город мотаться. Бензин сжечь. Да. Вы наверняка до этого ездили в город, правильно? За запчастями. Было, было. И цены смотрели? Ну, цены примерно одинаковые. Ничем не отличаются. А на чем сейчас в Селянии ездят? Ну, сами посмотрите. То есть, иномарка для вас это не новость, да? Не новость. Сейчас, по-моему, самый простой рабочий и то ездит. Хоть на дешевый, но и на марке. Вы сейчас в восьмом часу купили себе что? Ну, это сиди проигрывайте на машину. Давно мечтали об этом, но купил. Ездите с тобой? То есть, USB входом? И сколько стоит-то? Две с половиной тысячи. То есть, для Селянина по карману не бьют такие деньги? Ну, если заработать, доход есть какой-нибудь? Почему же? Не очень сказать, что он бьют. Вот вы не поверите, для того, чтобы снять этот сюжет, пришлось проехать практически 750 километров. Ну, вы ничего не подумайте. До Нагайбака, до Фершампенваза, простите. И до Агаповки не так далеко. Но наше творчество востребовано и в Челябинске. То есть, вот в Челябинск мы съездили. И на обратном пути уже сюда, в Нагайбак. В смысле, Фершампенваз. Да что это меня все колбасит? Нагайбакский район, село Фершампенваз. Переулок Пионерский. И башня телевизионная. То есть, здесь и сейчас, до 8 часов. Представляете, селян кормят, в смысле, автомобили. Селян кормят классными и дешевыми автомобильными запчастями. Но вы не должны забывать и про то, что я озвучил в середине сюжета. 30 июня в городе Магнитогорске на рынке на автомобилистов, в месте, где открылся еще один фирменный магазин Форсаж, 72-й павильон. Произойдет тот самый замечательный праздник. Дискотека и розыгрыш призов. В принципе, я так думаю, что и жители села тоже могут принять участие. Продолжение следует...